Всем привет! С вами Дайвик без границ. Хотите стать дайвером? Я вам расскажу как. Раз, два, три. Пошли. Для начала давайте выясним, что же такое дайвинг и кто такие дайверы. Дайвинг – это вид активного отдыха, связанный с погружением под воду. Этот отдых сопряжен с определенным риском и требует определенной подготовки. А дайверы – это люди, которые прошли специальное обучение и которые способны самостоятельно оценить риски и организовать погружение, которым не нужны никакие няньки, никакие помощники. Это полностью самодостаточные люди. Возможно, вы уже слышали, наши СМИ где-то уже раструбили о том, что дайвинг в Египте запретили. Так вот, запретили здесь не дайвинг, а запретили пробные погружения проводить с корабля, с яхтой. То есть вы, в принципе, можете, если вы уже дайвер, сертифицированный дайвер, как ныряли, так и можете продолжать нырять. Единственное, что вы сейчас не можете сделать, это поехать на вот эти пробные погружения. То есть они, возможно, сейчас только с берега. Итак, давайте разберемся, что же входит, собственно, в сам курс, да, что нужно для того, чтобы получить сертификат и стать дайвером. Что же? Итак, стандартный первый курс состоит из теоретической части. Обычно вы ее изучаете сами по видеоматериалам, либо по учебнику, а инструктор это только контролирует, ну, либо вы с ним какие-то непонятные моменты обсуждаете. Дальше у вас идет практическая часть, которая состоит из двух частей. Первая часть – это практика в закрытой воде. То есть закрытая вода – это не обязательно может быть бассейн, это может быть любой водоем со схожими условиями с бассейном, то есть там, где нет волны, течения, ну, то есть такие благоприятные условия, да. Глубина есть маленькая, можно вставить на ноги. Вот, и вторая часть практическая – это погружение уже непосредственно в открытой воде в реальных условиях, то есть там, где вы будете в дальнейшем нырять. Вот это все входит в курс. Но, как понимаете, пройти обучение можно разными способами. Итак, есть три способа пройти обучение. Первый способ – пройти обучение у себя дома. То есть вы находите инструктора, дайв-центр, проходите обучение в бассейне, занятия теоретически в классах, и потом едете на какой-то ваш местный водоем, где вы занимаетесь в открытой воде, и сдаете потом окончательные навыки свои в открытой воде. Второй вариант прохождения курса – это по частям. То есть теоретическую часть и закрытую воду вы можете пройти у себя дома, где-то в бассейне, возможно, в каком-то небольшом озере. А практику, то есть открытую воду, доздать уже можно где-нибудь, например, на курорте. Такой вариант возможен, например, если вы не хотите тратить время, приехав куда-то отдыхать, у вас, может быть, 5 дней вы не хотите 4 из них потратить на курс, а хотите приехать уже более-менее подготовленно. Ну и третий вариант – полностью пройти все обучение на море. Приехав туда, для этого вам понадобится определенное время, не меньше 4 дней, и, собственно, все, и теорию, и практику вы можете проходить непосредственно в море. Может быть, будет скомбинировано бассейн и море. Это не суть. Важно то, что вы будете погружаться в тех условиях, в которых вы и будете погружаться. То есть у всех этих трех видов есть свои достоинства и недостатки. И отталкивайтесь от того, где вы в дальнейшем планируете нырять. То есть глупо проходить, наверное, курс Open Water где-нибудь на Голубом озере, а потом планировать нырять на Бали. То есть, как вы понимаете, условия будут совершенно разные. Итак, какой же вариант выбрать из этих трех? Первый вариант, он подходит тем, кто планирует в основном погружаться в место плодоема. Потому что именно в первом варианте он получит навыки для таких погружений. Второй вариант, он подходит больше для тех, кто сомневается в своих способностях или кому обучение дается не столь просто. И ему надо больше времени на обучение, чем, может быть, другим. Или он хочет более уверенно себя чувствовать перед тем, как попасть в море. Вот для таких людей подойдет второй вариант, потому что ходить в бассейн можно много раз. Да, и в бассейне вы можете отрабатывать эти навыки тоже необязательно, там, в течение двух-трех дней, как от вас это потребует, скорее всего, на курорте. Можно ходить, ну, там, неделю-две месяц, у кого как пойдет. Пока не получится, да. Вот. Ну, а третий вариант, собственно, подходит тем, кто... Ну, скорее всего, третий вариант, он оптимальный, потому что реально учиться нужно там, где вы планируете в дальнейшем нерять. Вот. И вы будете с самого начала в тех условиях, которые у вас будут впоследствии. То есть, да, у вас будут, возможно, волны, возможно, какие-то течения, может быть, еще какие-то отвлекающие факторы. Но, как бы, вы уже будете реально подготовлены к реальным условиям. По поводу второго варианта есть еще такой момент. Вы не обязательно должны проходить весь курс у одного человека, либо в одном и том же клубе. То есть, вы можете пройти теоретическую часть и закрытую воду, например, у себя в городе в одном месте, а потом, приехав на курорт, доздать оставшуюся открытую воду в каком-то другом дайв-центре или, возможно, с другим инструктором. Но для этого вам нужно будет иметь так называемую открепительную форму или реферал-форму, в которой ваш первый инструктор занесет те навыки, которые вы уже прошли, либо результаты теоретического экзамена, если вы уже его, ну, скорее всего, вы его уже сдадите в этом времени. Итак, с типом обучения вы определились. Осталось найти, где учиться и у кого. Выбор состоит, в принципе, тоже из трех пунктов. Это выбирать клуб, выбирать инструктора или выбирать систему. Ну, начнем с последнего, системы. Система обучения – это организация, которая написала учебники, сделала стандарты и обучила инструкторов, которые учат, собственно, дайверов вот по этим правилам, по этим стандартам. И, по большому счету, все требования у всех организаций, они очень схожи и практически идентичны. Единственный вариант, когда вам можно систему выбирать с самого начала, это если вы планируете посвятить дайвингу свою профессиональную деятельность, то есть если вы планируете работать дальше в этой сфере. А если вам кто-то говорит, что вот надо учиться только по этой ассоциации, потому что у вас где-то не примут сертификат другой ассоциации, ну, честно скажу, это просто могут говорить только недобросовестные люди, потому что… Да, то есть как дайверы вас примут все и везде, и всегда. Абсолютно. Дальше. Вариант два. Выбираем клуб. На клуб выбрать, ну, как бы, более просто, потому что клубы имеют свои какие-то предложения, там, сайты, где вы можете посмотреть их, там, расписание работы, их цены и прочее, прочее, там. Опять же, там, какие-то отзывы почитать. Вот. И клуб может находиться рядом, где-то поближе к вашему дому, чтобы вам было удобно. Хорошо, если вообще есть выбор, да, и в вашем городе несколько таких. Это если несколько, да, бывает, да, нет. И третий, как бы, вариант выбора – это выбрать инструктора. И на самом деле, вот, третий вариант, я считаю, он более правильный. Почему? Потому что все-таки учить вас будет не система, не клуб, а вот конкретно инструктор. Ну, на этом моменте мы остановимся еще подробнее, возможно, в следующем видео. То есть у вас будет целиком видео, посвященное тому, как выбрать инструктора. Ну, и в качестве, как бы, совета. При любом выборе клуба или инструктора стоит предварительно ознакомиться с этим клубом или с этим инструктором. Придите в клуб или познакомьтесь предварительно с вашим инструктором. Пообщайтесь, возможно, он вас не устроит как человек, не устроит его стиль общения. Если вы пришли в клуб, и вам говорят, что для прохождения клуба вам надо сразу купить там снаряжение, оплатить куда-то поездку, ну, я бы тоже задумался, стоит ли идти в этот клуб. Потому что, ну, я считаю, что это неправильно. Вы пришли учиться, а не покупать снаряжение и не покупать какие-то поездки. И еще один немаловажный момент. Выбирайте инструктора, ну, либо клуб, которые говорят на вашем родном языке. Сейчас русскоязычные инструктора есть практически во всех точках мира, и найти не такая уж проблема, то есть только по отзывам, и по сайтам везде нужно полазить и сделать выбор. Потому что есть нюансы, которые объяснить, не владея языком, достаточно сложно. А это, как бы, ваша безопасность. Какой бы ни был крупный клуб, но если, например, вы не владеете английским языком в той же мере, как родным русским, например, да, то я бы не стал учиться на английском языке, особенно на начальном этапе, когда закладываются самые основы, когда дается самая важная информация. Все учебники, все видео практически у всех ассоциаций сейчас уже переведены в русский язык. Есть, в принципе, доступ, если поискать. Да, но все равно все тонкости донесет до вас только инструктор, потому что в учебнике написано как бы общее положение. А конкретику и какие-то тонкие моменты вам объяснит инструктор. Следующий пункт. Сколько стоит это увлечение? Ну, давайте так начнем. Стоимость... Чуть дороже, чем боулинг. Да, чуть дороже, чем боулинг, однозначно. И стоимость увлечений дайвингом складывается из двух составляющих. Это стоимость снаряжения и стоимость, собственно, самих погружений там с организацией поездки. Итак, снаряжение. Нормальный комплект снаряжения, минимальный, скромный, обойдется вам примерно в 1000 долларов. С компьютером, возможно, даже чуть-чуть дороже. Это бескомпьютерно. Это бескомпьютерно. Но прежде чем купить свое снаряжение, я вам советую, возьмите снаряжение на прокат. Во время обучения вам его и так дадут, потому что во всех нормальных дайв-центрах, и у всех инструкторов нормальных обучение подразумевает прокат снаряжения, оно включено в обучение. А потом вы на выезде где-то поныряете и обязательно старайтесь использовать разнообразное снаряжение. Вы так поймете то, что наиболее подходит именно вам. Во время курса вас, конечно, ознакомят с вариантами, какое бывает снаряжение, но обязательно помучите еще своего инструктора, поспрашивайте, а какие бывают ласты, а какие бывают беседеи, а какие маски, о тонкостях выбора всего этого, чтобы получить как можно больше информации на эту тему, а потом уже сделать реально осознанный выбор. Вторая составляющая – это, собственно, стоимость самих погружений. Если вы погружаетесь в водоеме недалеко от своего дома или где-то недалеко от своего города, от своего поселка, то, скорее всего, стоимость этих погружений будет у вас заключаться, если у вас все снаряжение будет свое, только в стоимости забивки баллона. Баллоны вы навряд ли себе будете покупать, скорее всего, будете их брать в прокат. Сколько стоит прокат баллона? Ну, у всех по-разному. Я думаю, что до 1000 рублей вы точно найдете себе баллон в прокат. Стоимость дайвинга за границей зависит от места. То есть это может быть от 20 долларов где-нибудь во Вьетнаме и до 100-150 долларов за одно погружение где-нибудь на Мальдиву. Все зависит от места. Да, но плюс еще, имейте в виду, есть у вас свое снаряжение или нет, потому что прокат снаряжение тоже стоит иногда как половина погружения. А где-то он очень недором каких-то стран. И еще один момент о стоимости курса. Значит, смотрите, полноценный open water курс, начальный курс, должен включать стоимость учебных материалов. Это, скорее всего, будет учебник либо напечатанный, либо онлайн. Второе – это прохождение закрытой воды. И третье – это прохождение открытой воды, занятия в открытой воде. И четвертое – это сам пластик, сертификат. Ну, ваши права, грубо говоря, которые вам выдадут после обучения. Поэтому, когда выбираете, смотрите внимательно на предложение, всегда узнавайте, что входит. Сейчас очень много таких предложений, типа курс дайвера за 5000 рублей. В итоге выясняется, что, собственно, погружение в открытой воде и туда не входит. То есть вы не можете получить сертификат дайвера открытой воды, то есть open water дайвер, пройдя такой курс. Поэтому спрашивайте, не стесняйтесь, что входит. Должно входить все – теория, практика в бассейне, практика в открытом водоеме и карточка. Итак, вас не пугают такие расходы на ваше новое увлечение. И вы все-таки решили стать дайвером. Что же вам еще понадобится? А понадобится вам хорошая физическая форма. Хоть и говорят, что дайвинг доступен всем, и дайвинг доступен даже инвалидам, но для того, чтобы получать настоящее удовольствие от погружений, вы должны быть в хорошей физической форме. Практика показывает, что самое интересное погружение – это погружение далеко не в самых идеальных условиях. То есть живность не живет в стоячей воде, где-то в аквариуме живность живет в течении, в волнах. То есть рэки тоже не всегда доступны вот так вот, зайдя с берега и на двух метрах. То есть придется постараться иногда где-то, потаскаться на снаряжение, повостать против течения, чтобы увидеть что-то интересное. Ну и будет достаточно неприятно, когда вы устали еще до того, как вы дошли в воду. Да, а такие случаи у нас бывали, когда дайвер стоит еще, можно сказать, на берегу, но пока он шел с баллоном, со всем снаряжением до воды, он уже устал. Ну это просто опасно. Да, ну а снаряжение, кстати, тоже весит немало. То есть учитывайте, что где-то у вас на плечах будет висеть примерно в районе 20 килограмм. То есть что вы должны? Вы должны, во-первых, хорошо, уверенно держаться на воде. То есть не верьте тем мифам, где вам сказали, что «А, не умеете плавать? Ладно, сейчас вот научим вас тонуть». Нет, вы должны уверенно держаться на воде. И второй момент. Ну, может быть, стоит зайти все-таки в спортзал, немножечко поработать над кардио и поработать над мышцами спины и пресса. То есть ваш позвоночник должен выдерживать эту нагрузку с двух сторон. То есть вы должны иметь достаточно сильную спину, чтобы держать снаряжение. И сильный пресс, чтобы держать удар от структора. Ну, на самом деле, это, конечно, это все юмор. Вот. А насчет того, что, да, есть инструктора, которые говорят, прекрасно, что плавать не умеешь? Отлично, тебе и не надо уметь плавать. В дайвинге надо уметь тому. Вот это миф. Во всех системах, которые готовят дайверов, перед тем, как начать обучение, существует так называемый свиминг-тест, на котором вы должны продемонстрировать свое умение держаться на воде. Поэтому, ребят, плавать надо уметь. Что вы можете сделать заранее? Во-первых, вы можете просто походить в бассейн, поплавать, попробовать разными стилями, попробовать немножко понырять в бассейне, позаныривать. И попробовать понырять без маски, пооткрывать глаза немножко. Ну, без фанатизма, конечно, да, все-таки химия для глаз не очень полезна. Вот. Может быть, если у вас есть трубка, попробовать поплавать с трубкой, но без маски. Ну, да. И если у вас возникают панические состояния, даже от того, что вы плаваете в бассейне, сняли маску, и у вас глаза там оказались в воде ничем не защищенные, то, возможно, может быть, это вообще не ваш вид увлечения, который вам нужен. Ну, либо можно попробовать это перебороть. Да. Что еще? Для тех, кто хочет поехать пройти курс на курорте, вы можете дома заранее изучить теоретическую часть. То есть вы, например, можете заранее связаться с вашим инструктором и попросить его выслать вам учебные материалы, либо самостоятельно найти любой учебник по Open Water Course, любой системы. В принципе, они все плюс-минус похожи, то есть законы физики не меняются за их вместе от системы, да, изучить его, и, ну, впоследствии вас уже инструктор немножечко поправит, то есть, возможно, произошли какие-то нововведения уже, да, либо данная система подразумевает какие-то, может быть, больше навыков, либо меньше навыков. Ну, более-менее это должно быть все плюс-минус похоже. Ну, что же, вы выбрали обучение, прошли обучение, воспользовались всеми нашими советами и получили так вожделенный вами первый сертификат Open Water Diving. Вы считаете, что вы уже стали дайвером? Ну, почти. Я бы сказал, почти. На самом деле существует очень много видов разновидностей, будем говорить так, дайвинга поинтересно. Есть люди, которые любят нырять глубоко, да, есть люди, которые любят нырять на затонувшие корабли, есть люди, которые любят, им интересно нырять в затопленные пещеры, есть люди, которые любят заниматься видео или фотосъемкой под водой. А есть люди, кто просто смотрит рыбок на небольшой глубине, здесь тепло, светло, тихо, мухи, все. Ну, в любом случае, даже для этого ему надо будет уметь ориентироваться под водой. Так вот, чтобы стать действительно опытным и самостоятельным дайвером, вам надо освоить как можно больше навыков. Есть дополнительные какие-то курсы, есть какие-то вводные курсы сразу по нескольким навыкам, но это уже будете сами выбирать в дальнейшем. Но в любом случае, первый курс – это только начало. Да, это основы. И, возможно, придя на свой самый первый курс, это будет первый вопрос, который вы услышите от своего инструктора. А что вам интересно, что вас привело в дайвер? Почему вы хотите этим заниматься? И уже в зависимости от ответа на этот вопрос, можно строить свое дальнейшее обучение. Если вы скажете, что я хочу нырять в неинтересно затонувшие корабли, то готовьтесь к тому, что обучение будет направлено более в сторону владения, в идеальном владении многими навыками, потому что такие погружения, они связаны с большим риском, и вы должны делать все под водой очень хорошо, чтобы… То есть идеально владеть своим телом. Да. Вот. Что еще? Ну, последний, наверное, вопрос. А зачем? Зачем? Все же так дорого. Тысячу долларов на снарягу по минимуму, по-хорошему, полтора, а может быть и две. Хороший фотоаппарат подводный стоит тоже минимум штуку вместе с боксом. А если добавить свет и прочего-прочего, там и зеркалка с боксом, и со светом, и со всем этим, может и за пять тысяч долларов перевалить в стоимости. Так вообще, и дайвинг как бы удовольствие получается. Это не дешевое, когда можно сидеть просто в баре спокойненько и один раз заплатить там какие-нибудь 30-50 долларов, чтобы съездить, и вас за шкирку потаскали под водой. Люди, которые выбирают дайвинг, они выбирают его не просто так. Во-первых, что дает дайвинг? Когда вы погружаетесь под воду, вы отключаетесь от всех проблем, которые были на поверхности. Вот ваш просто мозг, он переключится, и вы забудете практически обо всех своих проблемах. Звучит как реклама. Это да, это может быть звучит как реклама, но на самом деле это говорят, это не пишут в учебниках такое. Вот это как раз отзывы дайверов. Почему люди, которые заняты на ответственных там каких-то работах, где очень на них лежит большая ответственность, они работают в постоянном напряжении, почему они выбирают именно такой вид отдыха? Они приезжают, он погрузился под воду, и все. Он полностью отключился. И на самом деле два дня понырял, и как, я не знаю, как две недели на лежачке около бассейна повалялся. Вот, это первое. Второе. Когда вы станете дайвером, вы наверняка будете больше путешествовать. Причем вы будете забираться в такие точки на карте мира, которые бы в обычной жизни вы бы никогда не поедали. Потому что дайвер всегда хочет увидеть что-то новое, каких-то новых, редких подводных обитателей, нетронутые места. И путешествие – это одна из составляющих дайвера. Но это не только подводный мир, знакомство с подводным миром, а также это будет знакомство с новыми интересными людьми. Возможно, с другими странами, с другими культурами. Да, и дайвер – существо интернациональное. И даже языковые барьеры не сильно останавливают дайверов в процессе общения. Под водой они вообще общаются только знаком. Некоторые на суше продолжают так же. Да. У вас появятся дурные привычки отвечать на вопросы, знаки. Ну и, в принципе, наверное, это все. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Да. Пишите вопросы. Комментируйте. Ставьте лайки. Задавайте нам новые темы для видео. Ну и до новых встреч. Всем пока. Пока.